В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Важное транспортное направление, когда отремонтируют дорогу Жигалова-Темников. Рингтонами рассвета. Саров победитель конкурса выпускных в рамках проекта Школы Росатома. Весь мир через объектив. 12 июля день фотографа. Далее расскажем обо всем подробно. Дорога Жигалова-Темников важна не только для жителей близлежащих мордовских сел и деревень. Саровчане тоже часто по ней ездят в гости к друзьям, родственникам и в рабочей командировке. В последнее время по дороге стало сложно ездить без риска повредить автомобиль. Разбитый участок водители объезжали через поле и лес. Несколько недель назад автотрассу начали ремонтировать. Об объемах финансирования и сроках сдачи объекта расскажем в следующем репортаже. 4 километра дороги до Темникова уже давно стали бездорожьем. Асфальтовое полотно было настолько разбито, что водители ехали по нему на свой страх и риск. Другие искали альтернативные пути объезда. Ездили полем тут, или вот здесь, когда нормально, ночью марта выезжали. А сейчас прям душа радуется. Ремонт автотрассы начался в июне и уже выполнено более трети запланированных работ. Главная задача – сделать качественные и в короткие сроки. Мы идем с опережением, потому что мы понимаем, во-первых, что дорога очень важна, нам очень важно быть ближе к Сарову, потому что у нас очень много связей. Это и торговые, и культурные связи. Ремонтом дорожного полотна занимается Ельниковская ДСПМК. Рабочий день сотрудников начинается в 7 утра и заканчивается в 7 вечера. Всего на участке трудится порядка 15 человек. Основание дороги уже выровняли. Сейчас укладывают щебень и первые 5 сантиметров асфальта. Потом закатают второй слой асфальтового покрытия и затем будут укреплять обочины. Кусты будем убирать, эти кусты. У нас там 10 метров, 5 отсюда, 5 отсюда. На 10 метров, по 5 метров с каждой стороны будем убирать этот кустарник. Ну и потом еще будем грунт подвазывать. С обеих сторон укрепим на метр еще, по метру с ребеночкой. Будет хорошая дорога для вас. На ремонт 4 километров этой дороги выделено около 80 миллионов рублей. До конца года будут сделаны еще два участка, которыми также активно пользуются соровчане. Первый на подъезде к Пурдышкам, второй на границе с Тенгушевским районом. Мы знаем, что там очень плохая дорога. И она в этом году отыграна. И в этом году будет сделана. То есть наша часть в сторону границы от Мордовии будет сделана в этом году. И это нас тоже приближает, хоть и с большим обходом, но к Розамаско-Дивейскому классеру, который будет около Сарова развиваться. Аварийный участок дороги Жигалова-Темников по графику должен быть отремонтирован до ноября этого года. Подрядчик наберен сдать объект раньше на месяц. Водителей просят быть внимательными, избавляя скорость при движении по дороге, где ведутся ремонтные работы. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Наш город стал победителем конкурса выпускных вечеров в рамках проекта «Школа Росатома». По результатам работы конкурсной комиссии и открытого интернет-голосования, масштабный праздник, проведенный в Сарове, был признан лучшим среди городов-участников сетевого проекта. Главный приз конкурса – грант на проведение общегородского дня знаний 1 сентября этого года. Подробности – далее. Всем привет! Меня зовут Аня, это Антон и Артем. И мы начинаем наш видеодневник подготовки к городскому выпускному. Они рассказали о том, как встречали первый рассвет своей взрослой жизни, показали репетиции бала и то, как это выглядело в тот самый день, 28 июня. Идеи проведения праздника и сценарий к нему придумывали сами выпускники. В этом году основная инициатива – это дети. Все, что они предложили, они воплощали. И, собственно, этот расчет себя оправдал. Те медалисты, которые вели в ролике репортаж, те ребята, которые проводили интерактивные площадки на площади у фонтана, те ребята, которые выступали, в общем-то, героями были выпускники. И этот расчет, он оказался стопроцентным. Конкурс выпускных для городов-участников сетевого проекта «Школа Росатома» – событие традиционное. В этом году за победу боролись 8 городов за то и присутствие атомной отрасли. Результатом работы выпускников и педагогов стал видеоролик, в котором необходимо было отразить всю масштабность праздника. Это не конкурс роликов. Через ролик организаторы этого конкурса видят, насколько масштабным был праздник на территории. Критериев было достаточно много. Есть определенный сценарий, который должен был заплюсти каждый город. Ну и, собственно говоря, идеи, которые воплощены в этом ролике, они тоже оцениваются с точки зрения стандартов проекта «Школа Росатома». Торжественный прием медалистов в администрации, площадки на Старом Фонтане и действия на главной праздничной сцене. В видеоролике необходимо было показать весь размах выпускного в городе и при этом соблюсти ряд критериев, за которые жюри присуждало баллы. Невыполнение одного из пунктов влечет за собой ноль баллов. Поэтому, конечно, мы старались, вы видели символику Росатома и, собственно говоря, идеи Росатома красной нитью прошли через выпускной. Это все требования этого конкурса. Благодаря победе в конкурсе выпускных в сентябре этого года в Сарове пройдет общегородской День знаний. Сумма гранта проекта «Школа Росатома» – 1 миллион рублей. Дарят Сапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 20 июля завершается прием предложений от горожан по благоустройству протяжки. Это позволит определить основные направления работы по реконструкции зоны отдыха. Следующим этапом станет открытое интернет-голосование по определению приоритетных для реализации проектов, а также встречи с общественностью. После этого будет сформирована заявка на бюджетное финансирование на 2020 год. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С начала этого года в Нижегородской области зафиксированы 4 случая клещевого энцефалита. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В одном из эпизодов человек заразился при употреблении некипяченого козьего молока. Медики напоминают, что при посещении лесов необходимо соблюдать меры защиты, обязательно надевать головной бур и избегать участков с высокой травой. Особенно бдительными стоит быть владельцем домашних животных. Клещи могут быть переносчиками такого опасного заболевания, как пироплазмоз, которое при отсутствии лечения может привести к смерти питомца. Саров посетит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. В ночь с 16 на 17 июля в День памяти святых царственных стастотерпцев в Саровском Хамьевых Честь он проведет божественную литургию. Приглашаются все желающие. В одной из саровских школ появится атом-класс. Для ребят организуют современные демонстрационные и лабораторные комплексы, предоставят современную компьютерную технику, создадут интерактивные зоны для презентации образовательных проектов. Атом-класс появится на базе 15-го лицея, который стал победителем конкурса среди школ городов присутствия атомной отрасли. Из 50 заявок жюри проекта отобрало 4. Ежедневно люди делают миллиарды фотоснимков, стараясь запечатлеть яркие события из жизни, моменты и эмоции, которые больше никогда не повторятся. Для одних фотографии – это простое увлечение в свободное время, для других – это профессии и даже целое искусство. 12 июля свой профессиональный праздник отмечают фотографы. Люди, которые видят мир через объектив фотоаппарата, живут и в нашем городе. Дарья Латышева увлеклась фотографией, когда ей было 15 лет. Тогда девушка фотографировала все, на что падал взгляд. За годами определился любимый жанр, а хобби переросло в профессию. Оглядываясь назад и вспоминая начало своего пути на поприще фотографий, Дарья отмечает, что все складывалось удачно и гармонично. Хотя были и ошибки, и неудачи. Пройдя через все это, она точно знает, какими качествами должен обладать фотограф. Наверное, в первую очередь, какими-то внутренними художественными установками, чувством, наверное, эстетики, вкуса, понимания того, как красиво можно что-либо показать на изображении. Ну и, в принципе, просто видеть красоту мира. Не обязательно через камеру. Работа фотографа не заключается только в нажимании на затвор камеры. Нужно правильно выстроить кадр, а если перед объективом стоит человек, то это еще и взаимодействие с моделью. Умение выстроить общение, наладить контакт. Нюансов в профессии много, поэтому новичкам Дарья советует начинать посягать искусство фотографий с азов. С основного, конечно же, с базы нужно понимать, что ты делаешь. Не просто бездумно налево-направо, тратя, скажем так, ресурсы, а осознавать, переходить к тому, что именно хочется снимать, зачем ты это делаешь. Может быть, в этом есть какой-то определенный смысл и посыл. Фотография – это первый вид искусства, который появился в результате технического прогресса. Поэтому закономерно, что она идет в ногу со временем. На смену пленочным камерам и классикам этого жанра приходят современные технологии и нестандартные решения. Мы же все сначала копируем кого-то, когда начинаем, и ищем свой стиль. На данный момент, наверное, не кумирами, но людьми, на которых хочется равняться, являются современники больше. Те люди, которые в данный момент сейчас делают что-то очень крутое. Чтобы сделать оригинальный и креативный снимок, необязательно иметь дорогую аппаратуру. Для начала нужно научиться видеть красоту в обычных вещах. А мастерство в выборе ракурса может сделать кадр с шедевром. Елена Грецко, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Получить новые знания, провести время в приятной компании, используя для здоровья. Сотрудники Центральной библиотеки имени Маяковского с уверенностью заявляют, что чтение на свежем воздухе – отличная форма досуга для любителей литературы любого возраста. Проект «Летний читальный зал» с каждым годом становится все популярнее среди горожан. О том, чему была посвящена очередная встреча, расскажем в следующем репортаже. Снова и снова «Летний читальный зал» встречает любознательных ребят в сквере у старого фонтана. В этот раз дети окунулись в мир народных сказок и поближе познакомились с известными персонажами. Детям рассказывали не только о добрых героях, но и о тех, кого часто, а иногда несправедливо называют злыми. Баба Яга, это Леший, это Кикимора, это Водяной. И все они несут как бы отрицательный заряд. Но когда мы к ним присматриваемся, мы понимаем, что эти герои от них не случайно в этих сказках, потому что они заставляют лучше чувствовать добро сказки, понимать ее глубинный смысл. Кроме того, все эти герои, они учат положительных героев правильно себя вести. Любознательная Катя Макушина часто посещает библиотеку, а в летний читальный зал пришла впервые. Девочка погрузилась в атмосферу сказки и продемонстрировала свои таланты. Она не только умело разукрасила картинки, но и отгадала почти все загадки. Разукрашивали раскраски, отгадывали загадки, слушали интересные истории, сказки про Водянова, про Бабу Ягу. Варя Зимина – постоянная посетительница читального зала. По ее мнению, каждое занятие полезно и увлекательно. В этот раз она узнала, как можно позвать домового – сторожа домашнего уюта. Надо положить дома на подоконник какое-нибудь угощение, и он на следующий день придет и заберет это. Библиотека имени Маяковского приглашает всех желающих в летний читальный зал каждый четверг в 16 часов. Следующая литературно-игровая программа будет посвящена верному другу человека – собаке. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру, а мед свежего урожая сладкоежками ценится особо. Десятки его сортов можно не только приобрести, но и продегустировать в Центре культуры и досуговнеев. На этой неделе там проходит ярмарка «Медовая феерия». Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками, но любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в Дворце культуры и досуговнеев. С 12 по 14 июля там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке «Медовой феерии» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта меда можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка «Медовая феерия» работает во Дворце культуры «Досуга в Нев» с 12 по 14 июля с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok